ПЕРИСТОУН 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 «Найду тебя неверным». Откровение 3, глава 16 стих в параллели с притчами о царстве, в Евангелии от Матфея 25, главе 30 стихе, неверный слуга отделен во тьму внешнюю от верных слуг, которые служат Господу. В Евангелии от Матфея 25, главе 10 стихе, в притче про дев, пять мудрых дев впустили на брачный пир, а пять неразумных дев не впустили. Мы сталкиваемся со множеством доктринальных различий. Кто-то говорит, что Божья благодать всегда спасает. Наша безопасность безусловна. Но если вы посмотрите в притче о царстве, становится ясно, что есть некоторые люди, утверждающие, что служат Богу, но их не допускают в царство, и есть другие люди, которые ничего не утверждают, но служат Господу, они верны, они побеждают и их допускают в царство. Я не буду углубляться в теологию по этому вопросу, у нас на это просто нет времени. Но главное вот в чем. Вознесение — это благословение для победителей, для тех, кто верен. Вознесение призвано отделить праведных из среды неправедных. Это очень важно. Я задам вам вопрос. Будет одно явление Иисуса, или два. Другими словами, Иисус придет и утвердит свое царство, или он придет сначала за святыми, а потом вернется с ними и утвердит свое царство. Мы не будем спорить, но в Библии написано о двух пришествиях. Сначала Христос придет за святыми, а потом он вернется уже со святыми. В первый раз он явится на облаке, во второй он ступит на землю. Люди, годами изучающие Писание, утверждают, что там описано два явления Господа. Сначала он придет за святыми, праведными, побеждающими и служащими. Почему снова и снова в Библии повторяются слова «побеждающий»? Да потому что благословения предназначены победителем, тем, кто верно служит Господу, тем, кто верно творит правду, свидетельствует, жертвует и делает Божью работу. Про этих людей написано в памятной книге, как мы читаем у Малахии в 3 главе. 16 и 17 стихи говорят, «И они будут моими», — говорит Господь Саваоф, «И буду миловать тех, как милует человек Сына Своего». Если у вас нет моего учения о памятной книге, но вы хотите разобраться в этом вопросе, приобретите его, в нем три часа полезного учения. Итак, Вознесение — это отделение побеждающих от непобеждающих. Второе пришествие разделит людей со знаком зверя и без него. То есть люди, принявшие знак зверя, будут отделены от тех, кто его не принял. Некоторые считают, что знак зверя будет у всех, но кто же тогда останется после Божьего суда, чтобы снова населить землю? Итак, пшеница и плевела. В конце века явятся ангелы, чтобы отделить пшеницу от плевел. То есть ангелы придут со Христом. Это Евангелие от Матфея, 24 глава. А плевелами будут люди со знаком зверя и кому не позволят войти в царство. А те, кто пострадал за свидетельство Иисуса, кто не поклонился зверю, ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Откровение, 20 глава. По Писанию, это разделение будет происходить в долине Иосафата, согласно книге Иаиле, 3 главе, 2 стиху. Иисус отделит людей, имеющих знак зверя, и они будут изгнаны прочь. Сказано, что плевелы будут связаны с женой, что символизирует ад. А тем, кто не принял знак зверя, будет позволено правиться Христом. Конечно, если у них в то время будет тело, и они умрут, то они воскреснут в конце великой скорби и воссядут в зале суда на небесах. Итак, все притчи о втором пришествии говорят о верности и послушании до самого конца. В этом и состоит цель этих притчей рассказать людям, что нужно быть послушными, нужно служить Богу и следовать за Господом. Давайте вернемся к притчам о талантах. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. Владелец Земли призвал троих своих слуг и дал им три суммы талантов. Таланты — это неумение играть на пианино или петь, это определенная сумма денег. Одному слуге было дано пять талантов, второму — два таланта, а третьему — один. И когда Господин вернулся, он нашел, что имевший пять талантов, приумножил их, и теперь у него было десять талантов. Тот слуга, которому было дано два таланта, когда Господин уезжал, приобрел другие два таланта. И теперь у него было четыре таланта. А тот, у кого был один талант, ничего с ним не сделал, он зарыл его в землю. В Евангелии от Матфея, 25 главе, 25 стихе написано, «И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле». Вот себе твое. Талант тут — это не какие-то способности. В то время так называлась определенная сумма в золоте или серебре. Один иудейский талант равнялся трём тысячам сиклей священных. Об этом говорит Исход, 30 глава, 13 стих. Вообще же это составляло 51 килограмм по весу, что по современным деньгам равнялось бы 840 тысячам долларов. И вот Господин дает слуге 840 тысяч долларов и говорит, чтобы тот распорядился этими деньгами, но он прячет их и не делает ничего. Слуга сказал, «Я испугался и спрятал талант к земле». А вот тебе твое. Но идея была следующей. Взять то, что у тебя есть, применить и приумножиться. У Матфея в 27 стихе Иисус говорит, «Надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью». Давайте разберём эту притчу. Во-первых, Господин уехал на долгое время. А вернувшись, спросил отчёт со своих слуг. Во-вторых, то, что Бог даёт людям, должно быть использовано для приумножения царства. Что такое десятина? Бог говорит, «Верни мне 10%, и я позволю тебе иметь 90%. Так что нет ничего плохого в том, что люди покупают дома и машины, им нужно на что-то жить, платить за обучение детей и так далее. Но тот слуга вообще ничего не сделал с тем, что Господин дал ему. И к возвращению Господина он ничего не сделал с доверенными ему способностями, талантами и деньгами». В Откровении, 3 главе 11 стихе, Иисус сказал, «Дабы кто не восхитил венца твоего». Имеется в виду, тебе было доверено в управление имения и имущества. Если ты будешь верным управителем, ты будешь благословен и вознагражден в этой и грядущей жизни. Но если Бог благословляет тебя, а ты не используешь это благословение, правильно? Не помогаешь бедным, не поддерживаешь Евангелие, не свидетельствуешь, не делаешь должного, то тебе все равно придется отвечать перед Богом. Это страшный момент. Мы читаем, что Господин приказал бросить неверного раба во тьму внешнюю. Обычно теологи говорят, что он отправил сават, но некоторые ученые утверждают другое. Они говорят, что Господь дал ему время скорби. Господь пришел и спросил отчет со своих людей, и он вознаградит их. Но этот человек оказался не готов, и его отправили во тьму проходить время скорби из-за того, что он оказался неверен. Я хочу, чтобы этот момент был ясен. Божьи благословения даются за верность и труд. Спасение по благодати, но награда по трудам. Павел писал об этом. Благодать откроет мне путь в царство. Но моя награда зависит от того, что я делал с тем, что Бог дал мне. В Библии написано, что дела некоторых людей будут как золото, серебро и драгоценные камни, а дела других — как дерево и солома. И пройдя испытания огнем, они превратятся в ничто. Такие люди не получат награду. То есть кто-то может похитить мой венец, если Бог дал мне поручение, а я не собираюсь ничего делать. Я живу только для себя, думаю только о себе, делаю, что хочу. И когда я умру, кто-то займет мое место. Бог не успокоится. Если он что-то задумал, он найдет верного человека. И этому человеку достанется мой венец. Вот так я понимаю этот стих. Откровение 3 глава, 11 стих. Вот еще интересное место. Это то же самое Евангелие от Матфея, теперь уже 18 глава, 6 стих. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Существовали разные виды жерновов. Обычно это каменный жернов, который поворачивался на центральной оси. Их использовали в мельницах, чтобы молоть зерно. Из зерна получали муку, чтобы печь хлеб, ну и так далее. У нас есть представление о том, как выглядел жернов в те времена. Они были очень большие. У нас в студии также есть кое-что интересное. Мы сделали модель давильни олив для получения оливкового масла. В каменном ложе делалась канава около 20 сантиметров глубиной. Колесо с рукоятью вращалось по центральной оси и давило оливки. На дне есть ниша, куда вытекало и собиралось масло. Таким же образом мололось зерно в мелкую муку. Мы увидели, как выглядит мельничный жернов. А теперь позвольте, я зачитаю пророчески стих из Писания. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Евангелие от Матфея, 24 глава, 40, 41 и 42 стихи. Здесь говорится, что люди работают в поле. На Западе мы думаем, что все уже работают в офисе, но это не так. Многие народы возделывают поля, рисовые или злаковые. Где-то сельское хозяйство основано на животноводстве. Например, в Пакистане или в Ираке, в Израиле до сих пор можно увидеть, как люди пасут овец и коз, как они делали это 2000 лет тому назад. Некоторые из них до сих пор живут в шатрах, как в старину. Критики скажут, что этот стих относится только ко временам Иисуса, потому что никто сегодня не пользуется мельничными жерновами. Но это тоже неправда, потому что, как я уже сказал, вот эта модель, представленная здесь, в нашей студии, актуальна и по сей день. здесь, в этом кругу, до сих пор перемалывают зерно. Ну, в нашей студии, конечно, реплика, но тем не менее, в Израиле все происходит именно так и по сей день. Во многих странах до сих пор используют именно эту технологию. Они перемалывают зерно большими каменными жерновами. А вот современная модель. если жернов очень большой и тяжелый, нужно даже два человека. Они упираются в длинную рукоять и вращают жернов. Так было и во времена Иисуса, как написано, две милищи в жерновах. Так что все возможно. Люди говорят, что этот стих из прошлого и он не работает в наши дни. но он работает. Он работает во многих аграрных странах, горной местности, примитивных культурах, например, в Африке или в некоторых странах на Среднем Востоке. Ну а сейчас давайте подведем итог. Вознесение — это благословение для победителей, для тех, кто верен. Вознесение призвано отделить праведных из среды неправедных. И это очень важно. Я задам вам вопрос. Скажите, будет одно явление Иисуса или два? Другими словами, Иисус придет и утвердит свое царство или он придет сначала за святыми, а потом вернется с ними и утвердит уже свое царство. Конечно же, мы должны понимать, и вы должны это запомнить. В Библии говорится о двух пришествиях Христа. Сначала Христос придет за святыми, а потом он уже вернется вместе с нами со святыми на землю. В первый раз он явится на облаке, а во второй он ступит на землю. Итак, Вознесение — это отделение побеждающих от непобеждающих. Второе пришествие разделит людей со знаком зверя и без него. То есть люди, принявшие знак зверя, будут отделены от тех, кто его не принял. Некоторые считают, что знак зверя будет у всех. Но кто же тогда останется после Божьего суда, чтобы снова населить землю? Будет разделение. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист», его конфедерация и последняя восьмая мировая империя. Восемь часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов Церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о Царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей Восьмой Империи. Будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. У меня нет слов, чтобы подчеркнуть важность этого комплекта. У меня ушел месяц на исследование темы. Если быть точным, у меня ушли годы на изучение темы и месяц на монтаж. Проект похож на документальный фильм. И вы получите ответы на вопросы. Сегодня мы слышим много противоречивых мнений. Закажите комплект. Используйте шанс и закажите диски для вас и для семьи. Для семейного изучения Писания. Один из служителей сказал, «Я верю, что Антихрист уже действует». Я тоже в это верю. Тем не менее, я не пытаюсь со стопроцентной уверенностью утверждать, что это так, но я верю, что мы с вами живем в последние дни. В любом случае, уделите время и сделайте заказ. К несчастью, эпидемия ковида изменила график поездок нашего служения. Я написал четыре книги. Мы до сих пор трудимся над особым проектом, не покладая рук. Эти книги будут напечатаны примерно через несколько недель. Мы собираемся напечатать новую, пророческую книгу об апокалиптической перезагрузке в Соединенных Штатах Америки. Почему я люблю книги? Вы получаете учения из точки, куда вы не можете приехать. У некоторых из наших пожилых телезрителей нет электронных устройств, но они читают печатные книги. Читайте книги, и вы узнаете много полезного. Знания отличаются от информации. Они изменяют жизнь. Итак, в будущем мы представим вам эти книги. Спасибо тем, кто приедет на пророческий саммит в июне. Места заняты, но не всем. Сотрудники служения внесут ваше имя в список ожиданий. Также продолжается регистрация на летний фестиваль «Воин», где будет много молодежи. Юноши и девушки, приезжайте на это большое событие, которое пройдет с 9 по 11 июля. Регистрация еще продолжается. В начале лета мы откроем регистрацию служений в нашем лагере. Туда приедут Томми Бейтс, Дженсен Франклин и Джон Килл Патрик. В октябре будет много мероприятий. Если вы не знакомы с расписанием поездок, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Мы не назначили дату, но скоро мы сделаем это. Мы вернемся во многие города. Друзья, мы увидимся с вами на этих конференциях, поэтому, пожалуйста, следите за нашим расписанием. До новых встреч и благословений! Перри Стоун приглашает вас на международный пророческий саммит с 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд Джоэл Ричардсон Марк Билдс Перри Стоун Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте perristown.org. Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова